Вы знаете, что вы из-за градотряда? Были попытки, но нас сберегли. Кто нас принял, нас изберег. Вот теперь мы здесь, целые и здоровые. Спасибо им. Там, когда даже были переговоры, да наш командир тут же сказал, да пофиг на них типа, можете их расстреливать. Нас кинули, я не знаю, я не знаю, как это назвать. Я не знаю даже, кто мы и как эта ситуация сложилась. И что, если даст Бог, буду живой, что я потом скажу, там уже комбат. У меня блокпост сильно далеко, когда сказали по рации сдавайся в плен, оставляя оружие и все. Вот пока я успел дойти, то это, то я успел позвонить, сказать, Света, так и так. Я живой, пока я в плен. Тех, кто сдался в плен, привозят сюда неприметное здание на окраине города. Многие из пленных впервые за несколько месяцев могут помыться, побриться, получить медицинскую помощь и даже горячую пищу. Мы соль отдаем, что мы получаем, соль отдаем. Чего кормили? Макароны. Макароны для аппарата. Два раза в день. Картофель он, консервы, вон хлеб, видите, мешкально он лежал, сожженный. Ну, тоже, вон, боеприпасы, цинки, погоревшие с боеприпасами, они сдетонировали, походу, некоторая часть из них. Ленты пулеметные. Хроника одного бегства. Росшие в мерзлую землю боевые машины, рассыпанные патроны, вывернутые наизнанку окопы, на дне которых все, что отобрано за месяц противостояния. Банки, консервация. Консервация, кстати, домашняя, именно с банок. То есть тоже, в магазине, это видно, что люди закрываются. То есть выносилось, походу, с погребов дома у людей. Вот это офицерский блиндаж. Отсюда пытались сбежать, бросая все. Вот это вот канадский комбинезон, теплый, американские каски, канадский спальный мешок и куча остального добра. Остальное все обмундирование, и даже на полу валялся зажженный фонарик. Сдавались подразделениями целыми, потому что им попросту отойти некуда было. Они в котле, они все, они закрыты. Вот тоже все, техника, все, оно все загружено разным барахлом. Ну, мародерочка называется, там уже вещи хорошие. Ну, много влезет, кстати, вещи. Вот такие сумочки. Много влезет. В двух комнатах по 40 человек, повторяет, как под копирку, на войне оказались случайно. Вахтеры, шоферы, слесари и токари. Вечером погрузили нас по темному, завезли в Донецк. Мы даже ехали сюда без оружия. Поначалу, когда не было обстрела, когда было перемирие, нам еще привозили бы. Пока начали обстрелы, ничего, ни еды, ничего. Мы доедали все после 25-й бригады. И наше командование нас забыло и оставило нас на произвол. А когда мы дочень приехали уже в Дебальскую руку? И еще мои действия? Разговорились все пешком пойти домой или как? Дезертир с нами. И все, и все. И мне настоящее сидеть в тюрьме тоже нет. Кинули в газельку, сказали, что вы едите в Адон. Если хотите писать отказ, так пишите уже здесь. Тут уже возможности не было. Ты маме позвонил? Нет, мама не знает. Мы даже в автоматы толком не умеем стрелять. Которые пить. А кем вы служили? Танкист. А вы участвовали в танковых боях? Я отказник. А что это такое? Это отказывался ехать в АТО. Встал утром в 4 утра. Отказнику погрузили на Урал и приперли в Дебальск. На передовую? На передовую. Отказываться, видите ли, нельзя. Далее автомат и вперед за Альтонами. Я тут живу. Но нам информация совсем другая была. Мы с одной стороны, а не с другой стороны. Они защищают свою территорию. Нас мобилизовали. Обманом я, что мы сюда и попали. Но нам никто никогда не скажет, что это стреляли наши украинские. Так, это тебе таблетки, ампицелин пей обязательно. Это тебе очень хорошее. Это я спалил. Давай сюда. Что там тебе? Руки чистые? Да чистые. Это даже не уважение к поверженному противнику. Скорее, это простая человеческая надежда на то, что с товарищами по оружию, попавшими в плен, обойдутся так же. Или на то, что они, заверяющие сейчас никогда больше ни за что, оказавшись снова по другую сторону фронта, вспомнят. Этот пластырь и этот стакан воды. Субтитры создавал DimaTorzok